ураила сегодня ответим на несколько вопросов правда ли что все англоговорящие картавые почему вы русскоговорящие с таким трудом осваиваете звук да и в конце концов почему вам так очевидно что я не носитель русского языка несмотря на то что я так стараюсь в общем сегодняшний ролик будет про произношение и дефекты речи пожалуйста подписывайтесь на наш канал ставьте лайк под этим видео и нажимайте на колокольчик с вами сегодня британец джордан и онлайн-школа английского языка skyeng mind the gap ну что ребята так или иначе в какой-то момент жизни у всех у нас есть дефекты речи и что это вообще такое это такая неспособность произносить те или иные звуки во время разговора и в этом нет ничего удивительного сразу не все эти звуки получается правильно выговаривать по-английски речевые расстройства или нарушения можно перевести как спич диссо дэсс о спич импэрманс а дефект речи это уже переводится как аспич импэдимент давайте начнем с такого дефекта речи с которыми мне кажется мы все знакомы в русском языке звук жесткий то есть у вас получается работа рука забор это так сложно и не могу просто и если как я вы не можете говорить эти звуки то вы карта вы в английском языке наоборот а этот звук в мягкие то есть у нас получается робот вам раунд и поэтому когда англичане учат русский язык им приходится проговаривать этот звук им реально сложно когда англоговорящие люди начинают учить язык по вашим меркам они все картавые люди потому что мы не умеем выговорить или я уже запутался здесь и блин это английская буква к слову вот как правильно произносить звук в а потом ты быстро себя переваешь а я сейчас конечного преувеличиваю и если вот это спокойнее делать ну вот это уже получается такой звук вам раунд вак тебе было сложно научиться говорить звук r на русском ты только что сказал мне что я карта вы были какие-то упражнения с помощью которых ты учился уговорить я даже не знаю я вообще не знаком с какими-либо упражнениями по этому поводу так что я даже не знаю как на этим работать я скорее до сих пор подражаю вам и пытаюсь просто вот копировать то как вы это все делаете в том-то и проблему мне кажется если даже не знаешь где как лежит ошибка то есть ты просто говоришь и ты сам не понимаешь в чем именно ты ошибаешься я все-таки перед тем как ты это сказал я думаю что у меня с уже хорошо в университете на такие вещи вообще не обращаю внимание это только попав сюда мне сказали что ты просто не так говоришь и еще насчет однажды я здесь так напился я был с другом он вообще музыкант а у него классный голос он умел это просто вот так я напился он говорит делай так делай так делай так и я помню что не знаю два часа я вот думаю что у меня получилось а потом я проснулся с такой рыпотой мне в горле но исходя из этого я вроде понял что окей так не надо а так вроде надо но все равно я до сих пор не могу это прям не знаю в течение минуты задерживать как у некоторых у меня есть сестра например ни разу не училась и у нее вообще блестяще получается надо же мужа может это делать просто вообще если вы хотите учить английский и не страдать как я а чтобы вам сразу помогали с правильным произношением то мы вскоре запустили курс плюс один уровень английского за три месяца мы обучили уже больше 150 тысяч человек и выработали уникальную методику с помощью которой вы вы сможете сделать такой рывок в английском они учить его вообще вечно благодаря ей вы быстро и просто сломаете языковой барьер и наконец-то заговорите на английском а чтобы у вас не пропадала мотивация учиться мы составим вам индивидуальную программу которая будет соответствовать вашим интересным и целям ну и самое главное здесь это гарантия результата чтобы скорректировать программу под вас запишитесь на бесплатный созвон скотчем который оценит ваш текущий уровень цели и в общем поможет вам подобрать лучший трек развития ссылка на запись будет в описании тем более что сейчас действуют скидки на этот курс ребят на самом деле в английском языке звук уже он тоже считается сложным потому что дети когда они сначала учатся говорить на английском языке порой тоже заменяет этот звук на у но это не только детская проблема а потому что как раз у взрослых тоже могут быть с этим трудности вот послушайте эту девушку это называется ротисизм когда ты не умеешь правильно выговаривать этот звук то есть все скругляется с буквой и что это значит в английском языке тоже есть картавость какие звуки в английском сильнее всего выдают русский акцент звук и когда это должен быть а например когда люди говорят не кат акет когда не получается выговорить звук да потому что это может быть не как без а как здесь затянутый звук с есть то есть не как здесь зис бросается глаза а если круто упражнение с помощью которого можно научиться выговаривать английскую ар я всегда даю такой совет больше открывать рот будет не спикан in English и mouth is much more active so if you just like open your mouth a little bit wider automatically your pronunciation will change англичанам и американцам когда они учат русский язык очень сложно дается звук и и мягкий и твердый знак это прям от поэтому для таких бедолаг как я в смысле которые учат русский язык есть ну видео такого рода ю тубе а теперь эту фразу давайте скажем правильно маленький мальчик повторите маленький мальчик маленький мальчик даже с таким голосом говорит потому уже хвалит меня башкенте когда его у нас даже дети это не нас поправляли не мальчик а мальчик а мы все равно не слушали разницу вот в том была проблема вы об этом не задумывайтесь но очень часто используется потому что но у вас есть окончание руслан сейчас скажет и это окончание и есть ну практически во всех нет прилагатель них а прилагательных и если ты еще не на тренировался его правильно говорить то конечно это очень заметно ну поэтому слышно что у меня есть акцент почему сложно говорить звук и как ты его научился выговаривать мне кажется просто повторение за людьми это легче потому что принципе твой язык ничего не делает ты просто вот открываешь рот поставить его правильном положении и вот и и и и и и какие в целом звуки было сложнее всего учить и почему а до сих пор это мягкий знак это от извини за французский это как раз незаметно никак не уходит во время разговора и это очень сложно когда например у тебя буква л после мягкий знак и особенно когда это в середине слова продолжить сильный если вот прям быстро и это прям часть какого-то предложения одновременно задумываешься о том что сказать и еще о том как правильно все произнести кстати есть еще один дефект речи который в россии называют ваканье у меня тоже были какие-то проблемы когда-то с произношением слова сочетания дефект речи потому что хранч я помню что я говорил дефект гречи что такое ваканье в общем это когда звук л заменят на звук в то есть не лодка а водка а может не знаю просто у человека на уме водка подводная водка в английском такое явление тоже есть и она очень слышно у детей вот отличная история от капитана амерки он рассказывает как его племянник которому три года говорит фразу со словом like the middle kid miles he's three years old he's very much like me in the sense that he's he's very particular about what he likes more appropriately what he doesn't like which is he has a catchphrase everything he says says i don't like it i don't like it i don't like it i don't like it well he has the same speech impediment than i did where where the l's and the r's turn into w's and so ends up i don't like it i don't like it i don't like it i don't like it i don't like you i don't like it i don't like it Мне кажется, моя младшая сестра тоже так говорила. I don't like it, mommy. Да. У меня одна сестра, ее зовут Робин. И младшая сестра, когда, ну, не знаю, ей было 3-4 года, она всегда произносила не как Робин, а как Вобин. И она даже так сокращала, то есть Воб, Воб, где Воб? Это было так мило. Я знаю, что многие наши зрители учат английский язык самостоятельно. Я хочу сказать вам, что вы вообще большие молодцы, и это очень круто. И для того, чтобы немного облегчить вам жизнь, мы сделали для вас классный бесплатный English Box. Там мы собрали кучу полезных материалов, советы, как не допускать ошибок, когда ты учишь английский, шпаргалку по самым распространенным английским временам, табличку с самыми нужными фразовыми глаголами и еще кучей всего. Переходите по ссылке в описании и качайте наш бесплатный English Box. Ну, мне кажется, самый знаменитый дефект речи, который бросается в глаза и в русском, и в английском языке, это шипылявость. По-английски, если это как существительное, это как лисп, а если действие, лиспинг. В русской речи шипылявость – это неправильное произношение свистящих и шипящих звуков, то есть такие звуки, как с, з, ш и щ. В английском есть такие же звуки, и как раз люди с лисп не могут их правильно произнести. С, з, ц и дз. Мы нашли видео, чтобы показать вам, как это звучит. With an interdental lisp, you'll hear more of a TH sound instead of an S or a Z. The word soon would sound like thun, and zipper would sound like zipper. Вы слышите, да? Не soon, а thun. Не zipper, а thipper. Ль, 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 ль. Remember, guys, if you've seen the film Ice Age, there's the sloth character, Cid, and he speaks with that particular speech impediment. So many ladies have tried and failed to strap the saddle on Cid the stallion. Очень интересно посмотреть на звук the с точки зрения русскоговорящего человека. Ну, потому что он мне кажется простым. А вам все-таки к нему надо привыкать. Более того, по вашим меркам, если ты произносишь звук th через зубы, то это получается ты шеплявишь. То есть получается, для того, чтобы правильно произнести этот звук th, вам придется учиться шеплявить. Ничего себе! Не, я серьезно! Обращают ли на это внимание в западном обществе? Да, конечно, я обращаю внимание, потому что это уже исключение. Но не то, чтобы они считают, что это плохо. Дефект речи, это не то, чтобы какая-то боязнь, например. Ты замечаешь, если кто-то шеплявит по-русски? Да, вроде, мне кажется, да, я сейчас замечаю, но это реже. Либо реже замечаю, либо, не знаю, может, количество таких людей меньше, чем картавых. Мне кажется, что если у вас нет никаких дефектов речи, то лучше, ну, не стоит их пародировать. Если вы сейчас пытаетесь конкретно показать произношение, как я делал в этом ролике, то окей, пускай. А так, это просто mocking, это как насмешка или издевательство, что несправливо. То, что это называется дефект речи, это уже немного несправливое. Не знаю, может, лучше сказать, это особенность. Такие вот шаблоны отрицательно влияют на тех, у кого есть такие особенности. А если вы хотите научиться говорить межзубные звуки, как, ну, inter-dental sounds, то у нас есть целый ролик про это. Вы можете по всплывашке в этом углу посмотреть. Какие звуковые, интенсионные и другие вещи больше всего выдают русский акцент? Такой феномен, мне кажется, появился за последнее время, что сейчас это вроде положено задавать вопрос утверждением и просто вот сделать такую восходящую интонацию. Alcomity — это очень привычно сейчас для именно американского английского. Не знаю, как британец, мне это режет слух. Если ты хочешь сказать «Можно я прийду с тобой?» «Can I come with you?» Надо вот, конечно, порядок слов менять. Так можно понять, что человек именно американский английский учил. Ну, еще можно, конечно, вот утверждение, а потом «да» ставить в конце. Хорошее пиво, да? It's good beer, yeah? А так же можно говорить? Да, но это уже американский. Прикольно. Жди, а ты видел эти шутки? «It's Tuesday, in it?» British people be like, «It's Tuesday, in it?» «In it?» «Isn't it?» Как правд ли? «Лондонская тема». «In it?» People also say «in it». I think it was like more popular in the past. It's not as popular now. And it's also cheating. Because, again, it's another way to just say a statement and then put in it at the end to make it a question. You like this film, «in it?» Это тоже грамматически неправильно. Don't use it. Нельзя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сделали такой ролик про нюансы, все нюансы, которые выдают в русский акцент? Интересно ли вам такое? А, в общем, если вы хотите потянуть свое произношение, вы можете воспользоваться нашим приложением для учеников. Вы буквально туда произносите слова и предложения, а само приложение исправляет ошибки в плане произношения. That's cool. I like that. Поэтому, пожалуйста, приходите заниматься на наш курс английский за три месяца. Ссылка будет в описании. Ребята, очевидно, что ваше произношение, особенно в начале, не будет идеальным. К тому же, если у вас есть эффекты речи в русском языке, то, возможно, они будут, ну, сказать, перекочевать и в английский. Относиться к этому нужно очень спокойно. Ну, почему? Потому что, во-первых, вам в начале нужно будет научиться понятному произношению, вы будете подтягивать все звуки. А во-вторых, вам, ну, нужно убедиться, что ваша речь была разборчивой. Вот мы, например, посмотрели это видео, где девушка не может выговорить звук R. Ну, и что? В чем проблема? Ее можно легко понять. Окей, там есть какая-то особенность, но you can understand every single word, which she says, without an issue. В-третьих, любой, любой англоговорящий человек будет рад узнать, что вообще человек из другой стороны выучил его язык и сейчас говорит на этом языке, ну, прям с его акцентом, потому что это его особенность. Мне кажется, это не только касается английского языка, но и всех акцентов, потому что вообще приятно, когда ты понимаешь, что человек столько усилий приложил для того, чтобы достичь такого уровня владения языком. Это прям классно. И главный здесь, ребята, это очень горный совет. Если, если кто-то будет издеваться над вами за то, как вы произносите те или иные слова, то этот человек просто ***, и вам с этим человеком не по пути. И вы можете спокойно сказать bye. Не обращайте внимания на это. Не забывайте, что если вы хотите заговорить на английском языке за три месяца у нас для этого есть подходящий курс. А для тех, кто учит английский самостоятельно или просто хочет себе покинуть новые материалы для обучения, для этого есть бесплатный English Box. Ссылка будет в описании. Guys, thanks very much for watching. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и нажимайте на колокольчик. Пока. Нет. Ой, нет. See you, ребят.